Райнар Хельт Замечательный оркестр, великолепный город, прекрасная публика И я с удовольствием приезжаю сюда по приглашению руководства И я думаю, что наше сотрудничество с оркестром, оно всегда привносит что-то новое Я стараюсь привозить новые ноты, какие-то новые работы предлагаю Интересные сочетания, интересные комбинации И я очень надеюсь, что влияние, которое мы друг на друга оказываем, дает очень плодотворные результаты Но в этот раз с камерным оркестром вы исполняете много русской классики Но вы знаете, на самом деле Шостакович, это даже не обсуждается Это, наверное, один из самых гениальных и величайших композиторов 20-го столетия У Шостаковича огромные, не побоюсь этого слова, фан-клубы в Западной Европе И то влияние, которое оказала музыка Шостаковича на оркестров и музыкантов вообще всего мира Оно действительно не поддается каким-то вопросам или сомнениям Гео Кончелли, это грузинский композитор, который актуально жил в Антверпене, в Бельгии Это тоже человек, который оказал влияние, которого тоже очень хорошо знают Которого много играют и который тоже внес свою лепту в музыкальную картинку всего мира И я думаю, что вот сочетание Шостаковича, музыки Шостаковича, музыки Кончелли Все это разбавленное, украшенное Бахом и Шонбергом Это будет прекрасная картинка для концертного вечера в филармонии Это очень серьезная музыка Насколько это тяжелое испытание и для ваших подопечных, для оркестрантов и для публики? Вы знаете, все могло бы быть так серьезно, если бы не было так прекрасно Потому что та музыка, которую мы будем исполнять, она совершенно потрясающая Шостакович, он великий мастер Он играет с публикой, он играет с оркестром Он играет с каждым музыкантом в отдельности, он играет с дирижером И имея открытые уши, вы получите бесподобное удовольствие и наслаждение Потому что это не однотонная музыка, не одного оттенка То есть здесь нужно только имеющие уши-то услышать Поэтому расслабляйтесь и получайте удовольствие Хотелось бы еще сказать о Шонберге, о музыке Шонберга Произведение, которое мы будем играть Для многих людей Шонберг имеет некую определенную картинку Уже занимает свою нишу, ну творческую нишу Но то, что мы будем играть, это одно из ранних произведений Шонберга Когда он был совсем юным И 25-минутное произведение, которое, на мой взгляд, это экранизация, да, музыкализация стихотворения Рихарда Диммеля И, на мой взгляд, это одна из самых пронзительных, самых красивых и самых нежных и трогательных историй о любви Которое вообще когда-либо было музыкально выражено Как вы думаете, какой поп-звезде под силу 25 минут безостановочно петь о любви Причем так петь, что сердце разрывается Вот важный вопрос У вас такой красивый голос, я не знаю, церковный или джазовый Почему вы дирижируете, а не поете? Вы знаете, спасибо вам большое Но я надеюсь, что под моим руководством запоют все-таки члены коллектива и музыканты оркестра Я действительно занялся певческой карьерой, но довольно уже во взрослом возрасте То есть я был уже большенький и, в общем, стал заниматься пением И, как вы видите, как вы слышите, вернее, я далеко не тенор И, в общем, работал я довольно-таки упорно Но я достаточно хорош в пении, но не идеален, скажем так То есть я хорош, но недостаточно, вот так И поэтому, конечно, я очень много, на самом деле, концертов отпел Но для меня пение и дирижирование – это как огонь и вода И поэтому очень сложно сочетать и очень сложно вообще чувствовать себя свободно Поэтому, когда есть в хоре человек, который поет, и он же дирижер, что он делает? Он все время скован, он все время чего-то боится И поэтому я решила уже не мучить себя И решил, что я лучше буду дирижировать, чем петь Ну, вообще, на самом деле, спасибо за идею Может быть, я когда-нибудь закажу работу кому-нибудь написать произведение для поющего дирижера Как вы относитесь к народным, что ли, профессионалам? Такое впечатление, что все страны захлестнула такая мания обычных людей Заниматься непривычной деятельностью Быть журналистами, дирижерами, певцами И существует миф, что в Европе, на вашей родине, очень многие слушатели классических концертов В обязательном порядке держат перед собой партитуру И мысленно дирижируют происходящим Так ли это на самом деле? И как вы к этому относитесь? На самом деле, это действительно не просто миф Действительно, очень многие люди в Европе ходят на концерты с партитурами И на самом деле, я сам так делал, когда я учился Мы очень часто ходили в оперу с партитурой Чтобы понять, как это произведение поставлено Как оно отражается, что происходит в оркестре, что происходит на сцене В общем, это довольно такой интересный опыт И интересный вариант Почему нет? Я ничего против не имею Но на самом деле, успех концерта зависит не в том Достаточно ли ты соблюдаешь хронометраж отмеренный в произведении Или насколько ты действительно как-то соблюдаешь то, что написано Крючочками, нотами и значочками На самом деле, мы пытаемся создать поток, который включал бы в себя все И настроение, и единство, и единение, и музыку, и идею автора И если это хорошо, и если это получается То любой зритель, в партитуре он сидит без Знает он музыку или нет, или он просто пришел случайно Он тронут И когда меня музыка трогает То, собственно, мне уже не важно Какие достижения, или какое образование Или где-то что-то в этом Ну, я надеюсь, вы меня понимаете То есть, если все сделано хорошо И если тронуто ваше сердце и ваша душа То работа может считаться выполненной Есть такое мнение, что количество людей, которых трогает музыка Оно все-таки немножко меньше, чем количество людей, которых трогает лично дирижер Насколько вы чувствуете персональную ответственность Даже не за саму музыку, а вот за само свое появление на сцене Такого демонического, человека с низким голосом, красивого И чувствуете ли вы свое влияние на женскую категорию зрителей? Во-первых, отвечая на ваш вопрос замечательный Мое точное убеждение, что дирижер – это не главный И далеко не первый человек на сцене Но я стою, по крайней мере, на этой позиции Дирижер – это тот человек, который координирует потоки Которые исходят от музыкантов И объединяет все это в один канал Синтезирует и направляет уже к публике Есть дирижеры, которые очень эмоционально-экспрессивны Которые машут руками, там, притопывают, пришлепывают Есть те, которые очень-очень спокойно И такие ограниченные, слегка замороженные жесты У каждого есть свой персональный стиль Что касается меня, признаюсь вам честно Перед зеркалом жесты дирижерские я не репетирую Вот то, что слышит, то, что звучит в моем душе То, что происходит в моем теле Вот это и получается Моя задача – очень четко, очень правильно Показать, собрать, скоординировать и направить Я думаю, что я лишь координатор Но ни в коем случае не приму-балерина на этой сцене Кажется, русская публика холодная во время исполнения произведений и горячая во время бисов Вы чувствуете поддержку из зала здесь, на территории России? Я могу говорить лишь не о том, что есть мнение Я могу лишь говорить из собственного опыта Который с российской публикой у меня достаточно теплые отношения и до Вишни сложились Вот я вам хочу сказать, что прошлое воскресенье я дирижировал в Красноярске Большим оркестром И с самого начала я чувствовал тепло и огромную концентрацию, которая мне прямо в шею со стороны публики шла И мне было очень ответственно и комфортно, потому что действительно публика производила впечатление И она знала то, что происходит на сцене То есть это не случайные люди, это люди, которые знают, любят и понимают, зачем они сюда пришли И когда в конце концерта зал буквально взорвался аплодисментами И как прорвало, знаете, такой поток Я был тронут, в этот раз публика тронула меня И это было прекрасно И здесь в Новосибирске, да, каждый раз, когда я играю с камерным оркестром Я на самом деле чувствую то же самое Спасибо вам большое, приезжайте чаще У нас в гостях Райан Архельд, дирижер Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!